Вы контролируете то, что вы делаете. Не надо бежать, что если я сказал, что сейчас рибоксина надо купить. Бежишь в аптеку, купил рибоксин, и как начал его херачить, или там, я сейчас скажу, нужно бежать. Ребята, срочно дистестерон покупать, при том, если двойную дозу есть, будет вам счастье. Нет, я не говорю об этом. Просто, как сказать, не надо сломя голову, всегда нужно чувствовать себя, понять, для чего ты это делаешь. Взял таблеточку, вот этого же дистерона, посмотрел по аннотации, сзади на баночке написано, начал употреблять. Чувствуешь, стул хороший, температуры нет, аппетит есть, сон нормальный, неразражительный, потихонечку веса растут, значит у тебя все хорошо. А бывает, таблеточку человек съел, а у него понос начинается. Да что, как-то так. Питание тяжелоатлета, раньше мы ели все подряд, потому что у нас выбора не было. Поэтому как-то так, ребят. Ну, я не шучу, но я, многие меня не воспринимают, когда начинают с иронией какой-то рассказывать. Все привыкли, что должен человек, извиняюсь, с наморщенным убом или с умным видом, начинать говорить там, ребята, надо есть 5 грамм белка на килограмм веса и будет вам счастье. Или там начинают говорить, нет, надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это и вот это. Ну, это люди, понимаете, это люди продают вам мечту. Понимаете? А я своими, еще раз повторюсь, я своими вот этими маленькими вещами, маленькими шагами, да, я, может быть, по сравнению с кем-то не такой успешный, но, по крайней мере, но у меня что-то есть. И мне этого хватает, то, что у меня есть, я по-своему счастлив. Поэтому я не продаю, не хочу продать вам мечту, я хочу подарить вам надежду бесплатно, что, ребята, если не сломя голову, проверяя себя во всем, не перегибая, можно добавить, можно прибавлять. Поэтому я методом проб и ошибок к этому пришел, потому что я тоже раньше был такой, что приехал тренер, легкоатлет на сборы, говорит, вот я нашел новый препарат, надо его взять. Вот, и препарат назывался, помню, был инозин, вот, и какой-то он похожий, слово такое, инозитол, что ли, инозит, инозитор какой-то, какой-то сделал препарат. Побежал я за этим препаратом, у него же этого купил, у спортивного врача-легкоатлета, начал ем, 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 самое интересное, что тогда он мне просто дал, сказал, ешь вот столько, вот столько, вот столько. Инозеев, по-моему, назывался этот препарат, инозеев. И вот он, я только сейчас недавно прочитал за него, думаю, нифига, а он же, нифига, и не для того, что он мне сказал, он просто мне его продал, и все. Поэтому, как увеличиваешься, тебя встану, у тебя, уходить в зал, тренироваться и не делать проходок каждый день, и все. И тогда она все равно, рано или поздно увеличится. И суставы, хондропротекторы. К Левзее хорошо, но только не на ночь. Левзее, лимонник, хорошие, старые, проверенные вещи. Тимурыч, красава, тебе пятачок, хорошо сказал, за Левзею. Нормальная тема, но единственное, что с него, гипертоникам его не рекомендуется. Сколько раз делать становую? Одну основную, одну подсобку. Вот, одной тяги в неделю мало. Это сто процентов. По крайней мере, не знаю, для тех ребят, которые не выкладываются на одной тяге, которые сидят заряженные по самое горло. Они делают ее там раз в неделю, но много. Я говорю для тех, кто все-таки близок к натуральному тренингу с небольшими, так скажем, корректировочками в употреблении. Если присед обычный, заменить на фронтальный. В итоге все ли ноги, что потеряешь? Да нет, если ты штангист, заменишь его на фронтальный. Я думаю, ты станешь еще крепче. Если ты штангу возьмешь на плечи, ты вздохнешь полной грудью. И будет все равно добавка. Если будет добавка на груди, я уверен, будет добавка и на плечах. Поэтому вот так. Заурбек, вот тебе мой совет. Делай две тяги. Одну основную, но это не значит до конца, там, сто процентов делай. В пределах семидесяти процентов тренируйся. И последний вес в пределах пятнадцати подъемов целых. Три по пять, пять по три, четыре по четыре. Вот такой вес оставляй. Ну и подсобную какую-то тягу. Это сплинтов, гиперэстензии с весом. Это гудмоннинги, румынская тяга. Так что вот так. Паш, я по семинару не понял. Еще раз напиши. Топ аптечных препаратов. Топ аптечных препаратов. Цитофлавин. Милдранат, если не собираешься на Олимпийских играх выступать. Рибоксин. Вот топ-3. Ну, можно еще миксидол добавить. Но там не надо слишком много. Вот рибоксин для сердца. Цитофлавин тоже имеет в своем составе рибоксин. Но там еще энтарная кислота. Если не ошибаюсь. Никотиновая кислота. В принципе, если цитофлавин разделить на... Взять весь состав. Можно эти препараты купить отдельно. Но вас будет пугать большое количество таблеток в ладошке. Про гормон роста рассказать. Ну, не знаю. Я расскажу вам об этом, когда буду очень старый. Конкретно, когда я расскажу об этом. Ну, или в книге закончу. Посчитаю, нужно напишу. Когда книгу буду доделывать уже, я напишу. Но мне желательно, как говорится, после курса на ТАД, что лучше принимать по КТ. Вот еще раз говорю. Лучше отдохнуть. Если честно. Если позволяет время, лучше отдохнуть. Если не позволяет время. Ребята, я не хочу ничего советовать. Я посоветую одному, сейчас у вас 62 человека, 61 в эфире. 63 человека в эфире. Я посоветую одному из 63. И 60 побегут то же самое делать. И в итоге получится так, что одному хорошо стало, а другим 60 стало хреновато. Еще раз говорю. Вот сегодняшняя тема по КТ. Это спортивное питание. Спортивная фармакология. Трибулус. Омега-3 жирной кислоты. И эгостерон. Вот мой вам совет. Есть еще ЗМА. Такие препараты. Это тоже является, так скажем, бустером тестостерона. Как-то так. Все это есть в продаже. Свободный. Никто к вам за это не придет. Что может увеличить жим лежа, кроме фармы? Жим лежа. Грамотный жим лежа. Ну и все соответствующие к хорошему результату, к высокому событию. Хороший сон, хорошее питание, стрессоустойчивость. Это все. Мне не сложно, Вова, тебе сказать, что нужно после этого. Я тебе просто скажу, если у тебя есть время, вот Вова Королевич, тебе отвечаю. Если у тебя есть время отдохнуть 2-3 месяца, у тебя все наладится. Только это не значит, что ты должен оставаться на тех же самых килограммах, которые у тебя были на курсе. Я еще раз говорю, сбавляй килограммы, сбавляй количество часов в зале. И постарайся быстро соустойчивым. И быстро восстановится твоя репродуктивная форма. Система. Все правильно. The Dark Knight правильно сказал. Делайте анализы. Все. Все сугубо индивидуально. Делайте, да. Я с тобой полностью согласен. Надо смотреть. Это не значит, что ты закончил и сразу же побежал. Ну, мы соответственно, если говорим про ПКТ, это обязательно после курса надо посмотреть, что у вас с анализами. После трех подголоваловых курсов, они хрен на имя, трехгодовалых курсов. Я такого, слушай, ну это, конечно, уникум. Ё-моё. Это, ребята, сморкнулся. Еще напоминаю, эфир может завершиться после того, как кто-то мне позвонил. Я исчезну из камеры, потому что я или сморкаюсь, или у меня пучит живот. Топовое спортивное питание. Креатин, алькарнитин, аминокислоты. Самая топовая вещь. С авискосом. Общались в этом году в марте, а так нет. Не общаемся. Нам не о чем с ним поговорить. Нам, правда, серьезно не о чем. Нас мало что с ним объединяло, кроме того, что мы поднимаем железку. Но, может быть, объединяет политика сегодняшняя. Ну, наша политика нас, если мы будем о ней говорить, разъединит вообще навсегда. После частичного разрыва связки бисерса, операции, не-не-не. Можно ли пробовать укрепить связку ГР? Если да, то в каких дозировках? А дозировки бывают от 2,5 до 10. А 2,5 может все потихонечку зарастать немножечко раньше. Оптимальная доза 3 волоса. Ну, оптимальная доза 3000 миллиграмм. Так скажем, 3 грамма оптимальная. По крайней мере, как мне писали. Вот, там пишется 1500, где, но на разных банках по-разному пишется. То есть, я доходил до 3000 миллиграмм. Вот. Глютамина. Глютамин, хорошо отношусь. Глютамину хорошо отношусь. Кто-то опять же говорит, но многие говорят, что это не работает, то не работает. Скорее всего, говорят, что не работают те, которые сидели на курсе, потом начинают что-то употреблять. Для них вообще ничего работать не будет. Допустим, человек, который сидел на курсе, потом спрыгнул и ждет от этого какой-то мега прибавки, такой же, как когда он сидел на запрещенке, да? Ну, это глупо, я вам сразу скажу. Не заменит. Это, конечно, спортивная фармакология, запрещенную фармакологию не заменит. Но, по крайней мере, продержаться даст. Продержаться она может дать. Если ты в натураху работаешь, конечно, ты ощутишь. И глютамин ощутишь, и креатин ощутишь. И все ощутишь. Но только все должно быть в норме. В натуральном тренинге, ребята, важно, еще раз говорю, много факторов. Сон, питание, стрессоустойчивость. Количество, проведенное в зале. Мотивация может вас убить. Если смотреть Кая Грина и хуячить 4 часа, блять, ребята, вам пизда. Извиняюсь за мой русский. Если вы хотите быть в натураху и стать Кая Грин, это Анрил называется. Я не видел. Он говорит, что он на апельсиновом соке. Ну, а какой из великих спортсменов он скажет, на чем он вообще? Расторопша для печени хорошо. Та же самая расторопша находится в Легалоне. И в Легалон. И еще препарат похожий, но только там поменьше дозировка. Но я советую Легалон. Вот. Поэтому вот так. Легалон хорошая вещь для печенки. Ну, а расторопша чуть подешевле, конечно. Но она такая, ее надо, она в порошке. Мне, конечно, предпочитаю, если с гипертопротректоров, с таких простейших, да, то Аллахол. Это желчегонный препарат такой, тоже такой старый-старый. У меня бабушка еще его ела там давным-давно. Вот. С холестерином, конечно, были. Но холестерин снижается. Опять же говорю, за счет правильного питания снижается холестерин. То есть, убрать свинину, убрать баранину, оставить такую диетическую, там, не знаю, курица, индейка, рыбку какую-то. То есть, как-то так. То есть, надо хорошо выравнивать, убирать. Именно омега-3 жирные кислоты на холестерин влияют. То есть, ну, все-все, из питания все берется. То есть, ну, я еще раз говорю, мой холестерин, он немножко сейчас, немножко дисбалансированный, потому что приходится есть все подряд. Ну, конечно, я не стараюсь каждый день картошку на свином жару жарить. Сыплет клещами жирной пищи. У нее есть жирную пищу. Значит, плохо отлить твоей печенки жирная пища. Забивает ее как-то. То есть, еще раз говорю, я не доктор Малахов и не вот эта, которая там про сломанный член рассказывает на первом канале. Забыл, как ее зовут. Сразу же, но из личного опыта, то, как начинаешь более-менее за питанием следить, конечно, и прыщи уходят, и все. Я вот сегодня две шоколадки пикник съел в дороге, но захотелось шоколада. И чувствую, что зря их съел, сразу же харя жирная стала. Как бороться с акне. Опять же, причина акне. Причин акне может быть много. Все зависит от вашей, так скажем, биохимии крови, от вашей природы. Если у вас, допустим, ну, по природе там жирная кожа, конечно, будет быстрее забиваться поры кожные. То есть, и прыщи будут. То есть, элементарные какие-то. Это элементарще на все. Здесь Dark Knight. Ну, я не знаю тебе, что посоветовать в этой ситуации. Узенькие сосуды. Что значит узенькие сосуды? Малышева, точно. Видели, да, когда там муж с женой пришли, просломанный член. Акстероиды влияют на дотородное. Они влияют на спермограмму. То есть, сперматозоиды в итоге или вообще не вырабатываются. То есть, или если вырабатываются, то они, как мы знаем, как я знаю, есть альфа, бета и гамма сперматозоиды. Альфа – это те, которые движутся в правильном направлении, в поиске, так скажем, лицехлетки. Бета – это сперматозоиды, которые живые, но в хаотичном таком состоянии, они по кружку так бегают. То есть, и маленькие у них там хвостики, вот эти вот жгутики. То есть, они до цели практически не доходят никогда. Ну и, как говорил мой доктор-врач, Михаил однажды сдавал дел перед ПКТ-анализом. Он говорит, Миша смотрит в микроскоп при мне, говорит, в области видимости два сперматозоида. Один, говорит, мертвый, другой раненый. Вот мертвый – это и есть гамма сперматозоиды, друзья, которые просто есть, и они просто ничего не делают. Вот, а что так? В Рязань. Ксюхой решите, жене в дайрект напиши, она этими занимается вопросами. Вот. Таганрог, Таганрог, собираюсь в этом году, не знаю, в какой месяц, какой день. Парабацаи, креатин. Ну, что про них рассказывать? Я уже в прошлых эфирах говорил, что это мои топ-3, ВЦА на первом месте, креатин на втором, и л-карнитин на третьем месте из всех вот этих субстанций спортивного питания, которые я употребляю не то, что на прополу и постоянно, но в период подготовки, или когда чувствую, что немножечко не восстанавливаюсь, то я всегда устаю. Да ничего, братуха оттамерла, нормально все. А я милого узнаю по походке и по инстаграму. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Ну и что, друзья? Натурашечку. Еще раз натурашечку говорю. Если готовится, опять же, это не то, что значит, что вот ты это начнешь есть, и она тебе прям завтра у тебя попрет, как тузико-грелку, разорвет на куски и все, это будет компенсировать твои нагрузки, которые ты будешь затрачивать в зале. Старый, старый добрый рибоксин, миксидол, я уже говорил, октавидин, цитофлавин, вот эти все вещи, милдранат, если на пин-контроль не собираешься, то вот это все и пойдет вам. Но еще раз говорю, аккуратно, ребята, со всем этим делом, силу хвата, тянуть без лямок. Николай Бочков, здравствуйте вам. Ну и поговорить насчет российской тяжелой атлетики, что можете сказать? Ну, российскую тяжелую атлетику я могу сказать только одно. Было и хуже. Я вернее скажу, уже такое было. Вот, выгребет. Тяжелая атлетика выгребет. Знатоков много, система одна. Систему никто не поменял, добавили гребаный, блядь, пятый, шестой день тренировочный, четверг. И хочу, кто будет смотреть меня из штангистов, я, конечно, с уважением отношусь к Олегу Глебовичу, но хочу посоветовать вам. Как человек, который не поехал на Олимпиаду, не выиграл ни одного чемпионата мира и чемпионата Европы по тяжелой атлетике, я могу посоветовать только вам одно. Олег Глебович, уберите к чертовой матери четверг, сделайте его выходным днем, пускай ребята отдыхают. И поставьте, поставьте заглушки, глушительную систему, чтобы телефоны у ребят глушились, чтобы интернет глушился после 11 часов, чтобы ребята высыпались, а они по ночам сидят в интернете, поэтому порой они растут. То, что вы им иногда даете покушать на сборах, определенный момент, то, что нельзя кушать, и они там начинают прогрессировать, это дураку, понятно. Но когда вы будете сидеть на сухую, с контролем репродуктивных гормонов, посмотрите, какие у ребят гормоны, на каком уровне у них общий тестостерон, на каком уровне литернизирующий тестостерон, фолликлостимулирующий, посмотрите на них, и не мучайте их этими двойными тренировками в период, тогда они ничего не едят. Вы их убиваете, поэтому ничего не добавляют. Поэтому, когда Могушков рвет на России 214, а потом выезжает куда-то и рвет 185, это первый признак того, что перепаханные люди. В Саратове выступать не буду, в Саратове буду вести соревнования. Поэтому я говорю, Вадик, привет! Вадь, привет! Краснодару, привет! Вот. Да не-не-не, Олег Глебович это человек дисциплины, нам иной раз дисциплины не хватает. Единственное, нужно комментарий про тягу и дихолы именно какую? С лямками или без лямок? Поэтому на сегодняшний день еще раз говорю про тяжелую атлетику. Она у нее и есть будущее, потому что есть кому поднимать. Многие тренируются по старинке и думают, что чем больше ребята тренируются, тем сильнее они будут. возглавить нашу тяжку. Ребята, возглавлю нашу тяжку, меня или посадят, или дискредитируют так, что я потом свои тренировки не смогу проводить и к Диме Клокову не смогу ездить на сборы. Потому что хуже нету, когда происходит дискредитируют человека, говорят то, чего не было. Это проще всего. Знаешь, там, сфальсифицировать, сфабриковать какую-то хрень, понимаете? Потом на человеке всю жизнь будет клеймо, пятно и потом в других отраслях человек не сможет выйти. Поэтому пока что, пока они вырастут, новое поколение людей, а не штангистов, людей. С Васей Верстюком общались, вот буквально дня три переписывались. С Васей периодически он подписывает, я ему подписываю, все нормально. Здравствуйте, Сергей. Вот, поэтому, друзья, вот так, вроде как за ПКТ. Чем заменить предтрен? Предтрен мотивация можно заменить. Предтрен нужно заменить мотивацией. Нужно просто на автомате встать, пойти и сделать эту нежелаемую в этот день сегодняшнюю тренировку. И сделать не то, что ты запланировал там где-то два дня назад, там рекорды какие-то ставить. Не идет, не надо предтрен жрать. Вот. Ариамнов или... А я их обоих уважаю. Это два... Ариамнов и Ильин это два таких... Два урода. Реально. Два урода в хорошем смысле этого слова, которые просто недосягаемые. Болею из-за обоих, но еще раз говорю, если Илюха не потянет рывок, ему с Андрюхой будет тяжело бороться. Так. Да я в порядке, немножко приболел, прихворал чуть-чуть. Вот. Ребята, осталось две минуты до окончания эфира. Братцы, вот такой сегодняшний мой пока семинаров в этом году только в Минске 22 декабря. Семинаров. Вот. Ребята, всех Эдди Холл без лямок тянет 400, поэтому про тягу Эдди Холла могу сказать. Большая тяга в лямках. Остается полторы минуты. Ребята, спасибо всем, кто сегодня был в эфире. Еще сразу же на окончание хочу сказать, ребята, не спешите, не торопитесь, не слушайте всех подряд. Сделайте анализ собственно организма. Поймите, готовы ли вы к тому, чтобы гиперкомпенсировать свои нагрузки или не готовы, потом уже идите, бегите в магазин спортивного питания или в аптеку. Вот. И наконец скажу, ребята, отталкиваюсь от того, что я не хочу продавать вам мечту, я хочу подарить вам надежду. Что можно делать, но только разумно можно делать с хорошей мотивацией, без злобы в душе стрессоустойчивости, в любви к близким, к родителям, к друзьям. Уважайте себя, уважайте то место, где вы живете, и все у вас получится. Все, братцы, я вас всех обнял. Здоровья, крепкого любви. С вами был Михаил Кокляев. До скорых встреч. Продолжение следует...